Мемориальная доска Треустинова и Калашникова, которые установлены у Вечного огня в городском сквере Победы. Кстати, 10 ноября исполнилось 99 лет со дня рождения нашего известного земляка. Алтайский Дед Мороз переезжает в новую резиденцию, об этом пишут корреспонденты комсомольской правды Барнаул. Теперь она располагается в торговом центре праздничный. Официальная презентация состоялась сегодня с участием главного дедушки страны, который приехал из Великого Устюга. Новая резиденция местного Деда Мороза расположилась на территории более 1 тысячи квадратных метров. В свой день рождения, 18 ноября, Дед Мороз проведет здесь первые экскурсии, которые станут традиционными вплоть до 10 января. «Я не пряник, чтобы всем нравиться», так представитель губернатора Алтайского края ВКЗ Стелла Штань говорит сегодня о реакции коллег на ее возвращение в политическую деятельность и добавляет, что не раз попадала в сложные ситуации, которые ее только закаляли. О работе и о личном Стелла Штань побеседовала с корреспондентом информационного портала «Толк», который публикует с ней большое интервью. Алтайский край присоединится к акции «Щедрый вторник», сообщает бийский рабочий. Подведение итогов краевого марафона «Поддержим ребенка» пройдет именно во вторник, 27 ноября. Это дополнительная возможность через социальные сети привлечь внимание абсолютно разной аудитории к проблемам детей с тяжелыми заболеваниями, найти новые ресурсы, поддержать их, считает Наталья Жмылева, начальник отдела по социальной работе Министерства труда и социальной защиты. Стать участником «Щедрого вторника» в социальных сетях можно уже сейчас. Что для этого необходимо сделать, читайте на страницах бийского рабочего. Собаке, который недавно неизвестный сбил на Барнаульской дороге, требуется помощь, сообщает московский комсомолец на Алтай. Животное нашли на улице 10 ноября. Неравнодушный мужчина отогрел собаку курткой. Сейчас пес находится в приюте для животных «Ласка». У него повреждена лапа и срочно требуется операция. Продолжение следует...